Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Александра Трусова проведет мастер-класс в Швеции. Юзуру Ханю ушел из спорта, но не ушел от фанатов. Анна Щербакова об участии в ледниковом периоде. Ну а теперь об этом и других новостях. Чтобы иметь фигуру, как у фигуристок, недостаточно просто ходить на фитнес. Нужна программа тренировок. Сколько раз мы начинали ходить в фитнес-зал, но без системы результата не добиться. Нужна систематическая программа тренировок. По ссылке в описании получи 70% скидки на любую видеопрограмму тренировок для похудения. Приведи себя в форму перед поездкой на море. Лучшие тренеры подготовили для вас последние разработки в области целенаправленных тренировок на похудение и корректировки фигуры. Не нужно никакого специального оборудования и подготовки, чтобы начать тренировки. На портале более 30 программ тренировок. Программы на похудение, растяжку, йогу, шпагат, рельеф, пилатес. Переходи по ссылке в описании и делай себя счастливой. К сожалению, на прошедшей пресс-конференции Ханю озвучил то, что многие из нас больше всего боялись услышать. Тяжело отпускать любимого спортсмена, чье катание делало тебя счастливее на протяжении долгих лет. Появляется чувство опустошения и грусти внутри. Хотя если отбросить весь эгоизм, то понимаешь, что для Юдзуру так будет лучше. Как сказал сам фигурист, завершение карьеры любителя и становление профессионалом – это не точка, а запятая. Его история еще не окончена. Юдзуру Ханю – это феномен современного фигурного катания. Живая легенда нашего спорта, чей вклад в развитие фигурного катания невозможно измерить ни титулами, ни медалями. Юдзуру Ханю – уникальное явление. Такие люди рождаются раз в сто лет, а может быть и еще реже. Как бы ни было грустно осознавать, что на соревнованиях мы его больше не увидим, не хочется, чтобы проводы фигуриста напоминали похороны и вгоняли в тоску. Побольше позитивного мышления, друзья. Самое главное, что Ханю не прощается с фигурным катанием насовсем. Он будет продолжать работать над собой, совершенствоваться в разных аспектах. Он не хочет больше ограничивать свое фигурное катание соревновательными рамками, потому что в его понимании фигурное катание – это нечто большее. Мы привыкли считать, что завершение карьеры – это своего рода выход на пенсию, конец и в какой-то степени деградация, так как пик возможностей уже позади. Но Юдзуру Ханю не из тех людей, кого можно подогнать под общепринятые стандарты. Он исключительный во всем. В интервью Юзу специально выбрал термин «профессиональный спортсмен», а не «профессиональный фигурист». Тем самым он подчеркнул, что собирается развивать свои навыки как спортсмен. Его слова о четверном акселе не были пустышкой. Он по-прежнему нацелен работать над освоением этого элемента и все так же мечтает приземлить его на глазах у всех. Просто это будет не на соревновательном льду, а, вероятно, на каком-то шоу. Будем надеяться, что в этот момент будет хорошее освещение. Ханю подчеркнул, что он не стал профессионалом, которому больше не нужны сложные прыжки. И прошедшее японское шоу – наглядное тому доказательство. Там фигурист исполнял элементы ультра-си и удивлял отличной спортивной формой для межсезонья. Все это, собственно, избило болельщиков с толку. Нам показалось, что это намек на продолжение карьеры, забыв о том, какой Юдзу – перфекционист. Юдзуру пока не раскрывает всех планов на будущее, но чувствует, что теперь у него появились новые способы показывать свое катание, а также в голове есть новые идеи, которые понравятся зрителям. Кажется, Ханю принял решение уйти из большого спорта в первую очередь потому, что чувствует себя скованным правилами ИСУ. Кто-то может сказать, что Юдзуру просто перестал быть конкурентоспособным и, почувствовав это, решил закончить. Но вряд ли можно согласиться с такой трактовкой. Учитывая спортивную форму Ханю на шоу Fantasy on Ice, можно было без преувеличения утверждать, что при желании он мог бы претендовать на золотые медали разных турниров в следующем сезоне, включая и чемпионат мира. Юдзуру всегда мыслил более широко. За столько лет, отданных фигурному катанию, его в голове сложилось собственное представление о том, каким должно быть идеальное фигурное катание. И чтобы достичь совершенства, не обязательно принимать участие в соревнованиях. Возможно, даже наоборот, для этого нужно отойти в сторону от привычных правил, чтобы почувствовать полную свободу. В интервью Юдзуру также обошел внимание на то, что самые высокие оценки за компоненты он получал в 2015 году. И хотя с тех пор его навыки катания улучшились, на второй оценке это никак не отражалось. Наоборот, его компоненты постепенно снижались. На самом деле, это отдельная проблема судейства, которую не хочется здесь сейчас поднимать. Но вряд ли в Ханю говорит обида. Скорее, это понимание и осознание того, что фигурное катание не ограничивается оценками арбитров на соревнованиях. Выступления на шоу, где публика выражала больше признательности, делают его более счастливым, чем победы на соревнованиях. Также хочется выразить отдельную благодарность Ханю за проявленную смелость, объявить о своем решении вот так, на глазах у всего мира. Делать подобные заявления всегда тяжело. Многие фигуристы стараются как можно дольше оттягивать этот момент, оставляя себе шанс вернуться. Даже если понимают, что вряд ли это случится. Если вы смотрели пресс-конференцию Юдзуру, то наверняка обратили внимание, что его в тот момент тоже переполняли эмоции. Хоть он и держался, было видно, как непросто ему подбирать слова, как на глазах наворачивались слезы. Теперь у болельщиков не будет лишних ожиданий, пустых надежд и споров об участии Ханю на соревнованиях. Прошедшая пресс-конференция полностью расставила все точки над «и», дала ответы на всевозможные вопросы. Спасибо Юдзу за то, что показал нам, каким может быть фигурное катание. Спасибо, что вывел мужское одиночное катание на новый уровень, что продолжаешь быть примером для других спортсменов и людей, далеких от спорта. Мы счастливы, если счастлив ты. От всей души хочется пожелать этому уникальному фигуристу достижения новых вершин и успехов на дальнейшем этапе развития. Впереди нас ждет еще много грандиозных событий, связанных с Юдзуру Ханю. Все только начинается. Здоровье, вдохновение, пусть все задуманное обязательно получится. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о возможном участии в шоу «Ледниковый период». Честно, пока вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны на парное катание боюсь смотреть. Когда поддержки делают, я всегда очень нервничаю, иногда отворачиваюсь. Хотя это делают профессионалы. Если я буду пробовать это с профессионалами, я и то переживаю. А уж попробовать это с человеком, который на коньках не уверенно стоит, я честно пока даже представить себе не могу. Мне кажется, это абсолютно бесстрашным человеком нужно быть, сказала Щербакова. Также Аня рассказала о занятиях в автошколе. С обучением в автошколе новая для меня тема. Я вернулась из отпуска, и у меня очень насыщенный был график. Каждый день расписан, что для меня привычно, у меня обычно только один выходной в неделю. Но это с утра до вечера тренировки по одному и тому же графику, где все четко, расписание по полочкам. А здесь получалось, что я в один день учусь, сдаю экзамены, в другой тренируюсь на льду, в третье какое-нибудь мероприятие, съемка. В перерывах между тренировками бегала на вождение, училась на права. Пока еще учусь, самого экзамена пока не было, права еще не получила, сказала Щербакова. Несколько неожиданно на фоне массовых отстранений российских атлетов от большинства спортивных мероприятий выглядит анонс мастер-классов Александра Трусовой в Стокгольме. Предполагается, что они пройдут в шведской столице 27 и 28 августа на арене Хусби Ишу. Серебряный призер игр в Пекине проведет 4 занятия, а также выступит перед публикой с несколькими номерами. Это будет первая подобная пробная Саша с мастер-классом за рубежом. Она учится у таких педагогов, что может провести, они серьезно к этому относятся. Саша проведет мастер-класс по прыжкам и скольжению. Очень приятно, что кто-то из мирового сообщества делает наших спортсменов сегодня востребованными. И думаю, что все, кто придет, останутся в восторге, поделилась впечатлениями Татьяна Тарасова. В свою очередь, Александр Жулин признался, приглашение Трусовой в Швецию вселяет в него надежду, что скоро все наладится и российские атлеты перестанут быть персонами нон-грата. В любом случае, это хороший знак, что наша замечательная фигуристка поедет в Европу показывать свои грандиозные умения. Сейчас позвали Трусову, потом позовут других наших великих спортсменов. Возможно, это шаг к примирению. Я буду счастлив, если это так. Потому что этот идиотизм должен рано или поздно прекратиться. Мы всегда со всеми дружили, работали, выступали. А теперь они превратили нашу страну в изгоя. Так быть не должно, сказал тренер. Между тем, королева квадов постепенно восстанавливает боевую форму. Например, на шоу Евгения Плющенко в Нижнем Новгороде она исполнила четверной луц. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!